Приветствую вас, дорогие мои, вы на канале Жанны Фетисовой. Сегодня я получила новую посылку от сайта Родина Смородина. Я говорила вам о том, что я ее с нетерпением жду. Заказываю через СДЭК, доставка самая удобная, ну, лично для меня. Когда я просто подъезжаю в пункт доставки и забираю тогда, когда необходимо. Я, честно говоря, не люблю ждать курьеров целый день дома. Ну, и такая форма доставки, естественно, у них тоже есть, как, в принципе, в любом сейчас уже интернет-магазине. На сайте Родина Смородина только органическая косметика. Именно там я заказывала бренд Ви Косметика или Ви Косметикс, как пишется в их логотипе. И вы видели, насколько она мне нравится. Сегодня у меня совершенно новые бренды. Давайте посмотрим. У меня под цветом подходит посылка. Может так уходить? Кстати, Родина Смородина компанию славится именно тем, что она шикарно упаковывает посылки. Я вам в своем влоге кое-что чуть-чуть показывала, а сейчас мы с вами будем распаковывать все вместе, и вы все сами увидите. Так, открываем. Вуаля! Вот тут такая красота. Представляете, здесь настоящая, как вы видите, такая сургучная прямо печать. Мне, кстати, это дико нравится. Вот такие креативные варианты посылок просто шикарно. И на самой печати кустик смородины. Это здорово. Раскрываем. Здесь все завязано бантиком. Налко отлеплять ее. Она такая красивая. Раскрываем. Здесь еще одна упаковка. Режем коробку. И очень аккуратно это нужно делать. Сейчас вы поймете, почему. И, друзья, вот почему. Там сено. Там все заполнено настоящим, ароматным, свежим, душистым сеном. Вот так это все выглядит. Я все это буду выкладывать в пакет сена. И дальше там уже будут сами продукты. Здорово. Молодцы. Просто пятерка за креативность маркетинговому отделу. Ничего маленького такого я не заказывала. Наверное, это пробники, подарки какие-то. Три вот таких вот подарка. Это Био Бьюти. Экспресс маска Био Бьюти Элит. Для ежедневного очищения, питания, омоложения. 3-5 минут они держатся. Давайте посмотрим, что составим. Овес, молочная спелость, горная глина, калин, талакно, горчичный порошок. Очень интересный состав. Интересные масочки. Спасибо огромное, Родина Смородина, за подарок. Я обязательно попробую и потом обязательно вам расскажу. Вот теперь меня заинтересовало этот бренд. Надо будет посмотреть, как выглядят продукты. Его в полноразмерной версии. Следующий подарок Био Чистка Нежная для ежедневного умывания, пилинга и детоксикации. Наносится на 30 секунд. О, как интересно. 100% натуральный состав. Для сухой, чувствительной и нормальной кожи. Вот это очень хорошо. Так, в составе косметики Био Бьюти входит уникальный горный минерал Циолит. Да, он очень сильно чистит. Я слышала про него. Удаляет даже ядовитые частицы, видите, которые прочно закрепились в волокнах кожи. И изнутри оказывает на нее разрушающее воздействие. Тут Циолит, ионы меди серебра, калиновые глины, тальк, каменная соль, соль мертвого моря, озерная соль и бикарбонат натрия. Да, вот такая интересная штучка. Спасибо. Следующий пробник, который мне вложили в подарок, это Био Маска Номер 2 вокруг глаз. Ох, как я люблю такие вещи. Спасибо большое. Кожа вокруг глаз у меня проблемная, самая моя. Так, наносится на 15 минут, 100% натуральный состав. Вот интересно. Природный Циолит, обогащенный ионами меди серебра, калиновые глины, тальк, соль мертвого моря, ржаны, пшеничные отруби, мята перечная, хвощ полевой шалфей, овес молочной спелости, зелень петрушки. Да, она снимает отеки, укроп, листья березы, зеленого чая, цветки липы, ромашки, василька. Курень солодки и плоды картофеля. Очень интересно. Спасибо огромное. Кстати, я думаю, что вот этого количества хватит на два применения, а не на одно. Все-таки под глаза расход более экономный. Теперь меня это заинтересовало. Я обязательно посмотрю на сайте весь ассортимент Био Бьюти марки. Давайте приступим к основным продуктам. Каждый продукт, как вы видите, упакован в отдельную еще вот такую вот бумагу. Я вся в сене так и буду дальше вести, но ничего не поделаешь. Значит, это бренд Спивак, натуральная косметика, которую я очень тоже хотела попробовать. Это супер бюджетное средство от 100 рублей до 200 рублей. Вот такая вот там ценовая политика. Непонятно, как они выживают на этом рынке. Два средства от фирмы Спивак я вам уже показывала. У меня была шоколадная маска, я вам показывала, да, маска какао. Это же пенка для умывания. Лаванда для всех типов кожи. Я очень хотела, честно говоря, попробовать. Тут тоже все в сене. Точно, я очень люблю вот этот способ. Не нужно ничего взбивать. Ребята, здесь масло лаванды. Это такой аромат просто потрясающий. Ну, в общем, там многие ароматы есть, другие, то есть на других маслах. Те, кто не любит лаванду, могут найти себе там что-то другое. Но это очень бюджетно. Это хорошие объемы. Значит, пенка для умывания, лаванда, все типы кожи и состав. Калевые соли, миндальное масло, пальмовое, кокосовое, ши, вода, эфирное масло, лаванды, гросса, ели, апельсина. Сроки годности у такой косметики 12 месяцев, то есть год. Сроки годности. Так что впереди еще год. Я, конечно, быстрее использую эти средства. Сегодня у нас с вами не просто распаковка посылки. Я бы считала это не очень эффективным роликом. Просто распаковать посылку и ничего вам не показать. Я покажу вам все и кое-что мы с вами уже попробуем. Крымская цветочная вода лаванды. Из цветков. То есть выглядят они вот таким же образом. У меня была, насколько я помню, роза. Да, роза у меня в холодильнике. Я их храню. Просто приятнее так. И вот такой вот отдельно дозатор. И она прекрасно сужает поры. Вот такие все натуральные вытяжки из цветочков, гидрата. Они прекрасно работают на нашей коже именно под крем, под какую-то сыворотку. То есть не отдельно, не сами по себе в качестве тоника, потому что они будут чуть-чуть вам подстягивать кожу. Именно из-за своей способности сужать поры. Я эти средства использую просто как витаминчики такие натуральные. Под крем, под сыворотку и так далее. Стоят они у меня в холодильнике. Крымская цветочная вода лаванды. Можно добавлять шампуни, бальзамы, ополаскиватели и кондиционеры для волос. А также тоники и лосьоны для кожи. Пол чайной ложки гидролата на 10 мл. Применяется также в масках, компрессах, паровых ваннах для улучшения сна. Распылить на постельное белье. Очень интересно. Сегодня тоже попробуем. Следующий распаковываем. Скраб для тела. Вы знаете, я люблю такие вещи, на лицо нет. На зону декольте нет. Ни в коем случае. А для тела да. Мохита с морской солью. Состав масла шивина, оградные косточки, рапсовые. Гидрогенизированная, касторовая, соль морская, эфирная, лайма, лимона, мяты, перечные. Такой должен быть освежающий, как вы понимаете. Лимон, лайм, мята, перечные. Такой холодок должен давать. Срок годности один год. Вот дата изготовления. Как вы видите, октябрь 17-го года. То есть свежая продукция. Так, если у кого-то аллергия на какие-то масла, какие-то составы, будьте внимательны. Особо не пахнет. Может быть, чуть-чуть масляный. Буду сегодня пробовать в душе, вам потом расскажу. Масло для снятия макияжа с глаз. Обычно я такими средствами макияж с глаз не снимаю. Я использую как раз средства такие для лица. Гидрофильное масло Жужуба. Мои масла заканчиваются все. Гидрофильные. И стоят они ровно в 10 раз дороже. Представляете, я, конечно, не могла устоять. Цены здесь очень хорошие. Цены производителя. Так, гидрофильное масло для снятия макияжа Жужуба. У этого масла чуть более горьковатый такой натуральный травы аромат. Состав, смотрите. Масло рапсовое, миндальное Жужуба. Голден полисарбат 80 и экстракт розмарина. Полисарбат это то самое вещество, которое превращает масло в эмульсию. И таким образом оно легко смывается с кожи. Сегодня мы с вами будем все пробовать. Поэтому вы увидите своими глазами, как все работает. Так, опять же, сроки годности, как вы видите, 29.08.17. Произведено свежее. В упаковке 100 грамм, как вы видите. Сроки годности у всех хорошие. Так, это тоже гидрофильное масло. Тоже органа. Тоже рапсовое, миндальное, органы, полисарбат и экстракт розмарина. В масле органы я чувствую все-таки такой немножко рыбий жир. Настолько неуловимый. И, кстати, точно такой же аромат имеют все люксовые масла, которые я использовала. Ну и теперь ваниль. Да, действительно, масло ванили чуть-чуть больше имеет аромат. Все-таки такой сладкий, немножко ванильный. Поэтому для тех, кто, может быть, любит вот такие послащие ароматы, приобретайте именно это масло. Масло рапсовое, миндальное, масляный экстракт ванили, полисарбат и экстракт розмарина. Снимает воспаление, успокаивает кожу. Экстракт розмарина, видите, везде добавлен. 17.07.17. Все сроки годности хорошие. Я сейчас хотела бы попробовать три продукта. Мы с вами попробуем одно из этих гидрофильных масел, гидролат и пенку. Так, ну что, я сегодня уже очень устала. У меня уже пора снимать макияж. Я сегодня работала. Весь день, честно говоря, находилась в макияже. Я не люблю такие дни, когда мне приходится просто буквально по 12 часов в тональном средстве каком-то находиться. Понимаем, остаюсь в топике. Здесь эхо, извините, я нахожу в туалетной комнате. Ну и я покажу вам, как я удаляю обычно свой макияж. Для меня это самый удобный способ. Я использую любую абсолютно мицеллярную воду или средство для снятия макияжа с глаз. Двухфазное, двуфазное. В данном случае это Орлан, мицеллярная вода. То есть та, которая мне не раздражает глаза, которая не щиплется. И обычными ватными дисками удаляю макияж с глаз. Здесь помпа, поэтому мне это средство нравится. Это средство конкретно не бюджетное. Но я должна вам сказать, что оно ничем не лучше абсолютно бюджетных средств. Типа не веря. Ну, просто мне это подарили, поэтому я пользуюсь. Диски я смачиваю в средстве с двух сторон. И просто вот так вот прикладываю. Вот прикладываю. Какое-то время жду. Ну, собственно, жду чего? Чтобы немножечко отошла тушь сама как бы по себе. Чтобы мне не пришлось тереть глаза. Как вы знаете, очень кожа нежная вокруг глаз. Поэтому я бы не советовала вам тереть ни в каком возрасте. Уже вполне достаточно того, чтобы половина макияжа ушла. Вот так. Еще чуть-чуть буквально. Я просто слегка-слегка надавливаю на глазное яблоко. Кстати, это хорошее упражнение. Я уже вам говорила. Для усталых глаз. Я вот так, просто помакивающими движениями убираю все, что осело на веках. Оставшиеся кусочки туши, которые совсем чуть-чуть осталось, должны легко досняться гидрофильным маслом. С бровей, естественно, уже легче убирается. Потому что у меня не бывает никаких достойных красок для бровей. Обычные тени и легкие закрепляющие гели для бровей. Поэтому у меня очень быстро все сходит с лица. Все. Далее я буду использовать гидрофильное масло. Которое было ранее у меня в применении. Я вам показывала, какое. У меня закончилось. А вторая стоит в душе. Во второй туалетной комнате. Поэтому тут у меня вообще никакого масла нет. Я беру масло органы от Спивак. Я вот так буквально растираю в ладошках. И далее начинаю наносить на лицо. Легкий запах такого рыбьего жира. Он всегда присутствует. Ну, в основе рапсовое масло. Да, бюджетный продукт. С другой стороны, он стоит в 10 раз. Представляете, в 10 раз дешевле. Что я использовала в последнее время в 10 раз, ребята. Я не знаю. Если мне понравится, я буду пользоваться только этим. Честно говоря, я сэкономлю. Для того, чтобы сравнять шею с лицом, я сюда наносила бронзер. Вот на эту область. Поэтому на шею я тоже наношу масло. Вот так оно растирается. Далее я делаю легкий лимфодренажный массаж. Прямо по маслу. Я вам показывала его в своем ролике. Кому интересно, посмотрите, пожалуйста. Я оставлю вот здесь вот ссылочку. Если у вас жирная кожа, вам лучше, конечно, потереть посильнее. Подольше, я имею в виду. Не посильнее, а подольше. Для того, чтобы масло вошло глубже в поры. И вошло в контакт с себумом и всей этой грязью, которая у вас накопилась за день. Которая осела на, соответственно, креме, тональном средстве, вся эта пыль. Тональные кремы, если их неправильно смывать, постепенно забивают поры. И любая абсолютно кожа, даже сухая, со временем может превратиться либо в сахару, либо, наоборот, в жирную. Но нормального типа никогда не будет, если не будете правильно смывать косметику. И теперь для тех, кто не видел, как работает гидрофильное масло, вот смотрите, я добавляю воду. Смотрите, что происходит. Видите, белое течет. Вот капельки. Это масло превращается, благодаря вот этому элементу, полисарбату, превращается в воду. Добавляем чуть-чуть жидкости. Чуть-чуть, еще буквально немножко массируем вместе с жидкостью. Так, теперь я полностью смываю. Нет, не осталось никакого следа абсолютно даже косметики. Смотрите, все удалено. После гидрофильного масла остается такой немножко маслянистый след. Он обязательно должен быть смыт. И должен быть он смыт как раз-таки пенкой. Если вы используете для снятия макияжа только, например, мицеллярную воду или только пенку, этого мало. Нужно правильно снимать макияж. Для чего именно нужно гидрофильное масло? Для того, чтобы глубоко растворить в порох внутри, вместе с грязью, жиром, весь вот этот тональный крем, который, кстати, очень плохо вымывается. Теперь наносим лавандовую пенку от Спивак на влажное лицо. Раз, два, вот. И вот этих двух нажатий будет достаточно. Ах, как же она вкусно пахнет натуральным маслом. Я считаю, конечно, это выход для очень многих. Спивак или Ви Косметика могут приобрести абсолютно любые люди с любым бюджетом. Настолько натуральные составы. И кожа на них у меня, по крайней мере, так хорошо реагирует. Я так рада. Это, что я для себя нашла, по крайней мере, ну, вот эти вот два бренда. И, в принципе, такие вот бюджетные бренды хороши тем, что можно что-то попробовать из нового. То есть, например, вы никогда не умывались гидрофильным маслом, но хотите попробовать. И не хотите тратить на это тысячу рублей, да? То есть, ну, можно потратить сто, например, как масло Спивак стоит сто. И попробовать совершенно без проблем не разориться. Ну, сто рублей, ребят, я думаю, ни для кого не накладно. Так, пенку мы смыли. Вы знаете, я получила довольно много хороших отзывов, прежде чем решила все-таки приобрести эту бюджетную натуральную косметику Спивак. И ощущения у меня сейчас от этой пенки очень приятные. Честно говоря, у меня не стянутая кожа. Сейчас, когда у меня закончится пенка, вот с такой же помпой, она стоит у меня в душе, ее сменит вот эта. То есть, я могу смело утверждать, что эта пенка подходит и для чувствительной, и для сухой кожи. Пожалуйста, не трите кожу. То есть, вот так вот просто промакивайте. И теперь, когда кожа чистая, можно вместо тоника нанести вот эту крымскую цветочную воду лаванды. Мы раскручиваем. Здесь все запаковано. Такой дозатор. Для тех, кто привык использовать такие вот средства на ватные диски, вы можете воспользоваться вот таким вот поливеризатором. Он прилагается, как вы уже поняли, к комплекту. Но я использую вот таким вот образом. То есть, я просто чуть-чуть вливаю на руку, распределяю. И вот такими движениями наношу. Все лицо наношу. И зону шеи. И декольте. Сейчас я могу вам точно сказать, что мне нравятся эти средства. Я буду смотреть еще какое-то время, как они влияют на кожу. Если будут какие-то не очень хорошие изменения, естественно, я вам скажу. Но пока у меня очень приятное ощущение. Косметика бюджетная. Качество косметики, конечно же, выше ее цены. В этом месяце, ноябре, это мои находки бюджетные. Что же, на этом все. Я надеюсь, что это видео для вас было полезным. Жмите, пожалуйста, пальчик вверх. Таким образом, я буду знать, что такие вот тест-драйвы косметики, уходовой или декоративной, когда я получаю посылку и сразу же, может, что-то с вами пробую, вам нравятся. Огромное спасибо за вашу поддержку, за то, что вы пишете мне очень приятные и добрые слова в комментариях. Я читаю каждый, на каждый отвечаю, вы это видите. Здорово, что провели со мной вечер. Я надеюсь, я была полезна сегодня для вас. Я желаю вам удачи. И будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok